Продолжение следует... То есть тут не будет такого батла русские девушки против французских девушек. Просто я захотела показать вам именно мое субъективное мнение вообще, чем француженки отличаются от русских именно в прическах, потому что какие-то прически я себе делала только вот находясь в России. Чаще всего я их делала в России. И уже сейчас, 5 лет живя в Париже, конечно же я испытываю тоже такое влияние со стороны француженок, а они со своей головой на самом деле могут вытворять очень интересные вещи. И у них тоже есть свои хитрости, собственно, о которых я вам сегодня расскажу. Так что вот посплетничаем о прическах и обязательно покажу вам очень просто и доступно, как я все эти прически выполняю. Так что давайте начинать. Наверное, с чем у всех ассоциируется русская девушка, особенно у европейцев, это то, что у нее роскошные, шикарные волосы, которые она хочет показать вообще всему миру. То есть я, например, когда жила в России и только переехала во Францию, я каждый день носила распущенные волосы, несмотря на то, что они у меня достаточно длинные и достаточно густые, то есть их не просто так можно закинуть тебе на плечо и ходить с ними, они мешаются. И тем не менее, вот я помню, что мне очень хотелось, чтобы все увидели, насколько у меня длинные и красивые волосы. Даже несмотря на то, что там иногда был ветер, иногда мне было неудобно, под некоторые образы лучше было бы волосы собрать. Я настойчиво волосы распускала, и мне уже потом просто все писали, что Маша, у тебя волосы похожи на какую-то гору, когда ты с ними сидишь и снимаешь видео, к тому же я их очень часто трогала. Но на самом деле волосы тоже нужно уметь правильно укладывать, правильно расчесывать, поэтому мне кажется, вот отличительная черта русских девушек первая такая, это вот распущенные волосы. Потому что француженки с распущенными волосами, особенно если они у них достаточно длинные, в повседневной жизни они вообще практически не ходят, то есть вот исключительно распущенные волосы носят те, у кого каре. Но если вы все-таки так же, как и я, любите распущенные волосы, потому что все равно я их время от времени ношу, то, конечно же, их нужно приводить в такой божеский вид, чтобы уж не стыдно их было распустить и блеснуть своей шевелюрой. Итак, расчесывать волосы я начинаю с концов, плавно двигаясь к корням, при этом не делая резких движений. Если вы не знали, то с помощью обычной шпильки можно сделать себе идеальный пробор, для этого нужно лишь слегка раздвинуть шпильку и уже делать себе пробор. Для того, чтобы придать волосам блеск и ухоженность, я сейчас использую масло от Керастаз. И, кстати говоря, благодаря использованию своих масок я сейчас не распрямляю волосы никакими утюжками, ссылки на видео я оставлю здесь. Волосы маслом я начинаю обрабатывать именно от задней части, двигаясь к передним прядям. Финальным этапом я прочесываю волосы еще раз, чтобы масло распределить по всей длине равномерно. И, наконец, я спрызгиваю лаком основание головы, чтобы все торчащие волоски пригладить, при этом я еще помогаю руками. И вот мои распущенные волосы готовы. Знаю, что в таком виде они продержатся до вечера, благодаря маслу они не будут пересушенными, не будут электризоваться. И мой лак отлично зафиксировал все торчащие волоски на голове. У француженок существует необъяснимая любовь к шпилькам. Просто почти у каждой француженки в сумочке взаваляется 2-20 шпилек. И они очень любят волосы свои именно убирать от лица, чтобы волосы были собраны. То есть я разговаривала со своими знакомыми француженками и спрашивала вообще, почему так? Это же вам нужно будет утром вставать, раньше, закалывать себе волосы. И вот она мне просто ответила, что на самом деле это удобнее. Ты утром потратишь 10 минут, но зато ты будешь уверена в себе целый день. Ты не будешь вот так вот волосы поправлять свои бесконечно. Не будешь нервировать других людей. И это просто настолько эстетично смотрится, когда ухоженные волосы, они собраны. То есть окружающим будет понятно, что у тебя волосы красивые, что ты за ними ухаживаешь. Даже если они будут в шишке. И у француженок еще такая особенность. Это, конечно же, их небрежная легкость, их францужский шит. И это прослеживается даже в прическах. То есть если у вас, друзья, развалилась немного шишка, для француженки это будет ничего страшного. Вот эти вот небрежно торчащие пряди, в этом наоборот есть и легкость, и какая-то непосредственность. И они не накладывают на себя тонну лака, чтобы, знаете, ни в коем случае там волосок не вылез. То есть они совершенно спокойно к этому относятся. И вот я у них научилась, правда, носить и шишки, и шиньоны. И настолько это просто делается, собственно. Следующую прическу я подсмотрела у своей знакомой француженки. Взяла у нее мастер-класс и сама научилась все очень просто и легко делать. Для начала я разделю переднюю часть волос на две равные части, примерно по 5 сантиметров шириной. И заднюю часть, в которой будет большая часть волос, делать в хвост. Хорошо прочесываю хвост, чтобы не было петухов. Далее у основания хвоста я придаю прикорневой объем, в счет того, что аккуратно вытягиваю прядки. И затем я начинаю делать гульку. Обращайте внимание на то, чтобы волосы в хвосте были хорошо прочесаны. Фиксирую ее шпильками. Чем больше шпилек вы добавите, тем прочнее она будет держаться. Первую прядь я немного начесываю для того, чтобы она держала свою форму. И сейчас очень важный этап. Следите за руками. Эту прядь нужно будет перекинуть сверху на нашу гульку. Сделать круг и всю нашу прядь, которую мы как раз перекинули через гульку, будет необходимо зафиксировать несколькими шпильками. То же самое проделываем со второй прядью. Немного начесываем волосы, чтобы они держали форму. Перекидываем поверх гульки. Видите, у нас получился такой нахлест из двух прядей. Волосы таким же образом обворачиваем поверх нашей шишки. И фиксируем затем шпильками. Сейчас шпилек можно добавить чуть больше, чем в случае с первой прядью. И у нас получился такой очень красивый перехлест сверху гульки. Ее можно до конца формировать, утягивая пряди у основания головы. При этом не перестарайтесь, потому что передние пряди достаточно слабо фиксированы. За счет этого можно сделать очень хороший, красивый прикорневой объем. И, конечно же, все это нужно зафиксировать лаком. При этом не переусердствуйте с лаком, чтобы не было эффекта, знаете, бетонной просто заливки. Эта прическа держится очень хорошо. И мне очень нравится, когда вот передние пряди начинают выбиваться. Получается такой легкий небрежный эффект французской прически. Знаете, мне кажется, вот никто, кроме русских девушек, не может так элегантно и так классно носить низкий хвост с прямым пробором. Я так подумала, вот такая тенденция на такой низкий хвост, мне кажется, наступила после 2009 года, наверное, когда в инстаграме, во всех социальных сетях прошлась такая волна фотографий моделей, которые спешат куда-то на кастинг. У них просто минимум макияжа и вот такой вот обычный низкий хвост с прямыми волосами, ухоженными, которые с прямым пробором. Мне кажется, после этого как-то девушки уже присмотрелись к такой прическе, потому что она очень практичная, крайне удобно ее выполнить можно за 3 минуты, просто с завязанными глазами. И знаете, в детстве у меня эта прическа ассоциировалась с какой-то бабулькой, типа вот у тебя какой-то низкий такой хвостик, ты как мышка. Но на самом деле эту прическу можно сделать настолько красиво и она настолько какая-то стильная сама по себе. То есть, если вы добавите к ней какие-то аксессуары, например, те же черные очки, можно выйти просто в Total Black образе и вы будете просто супер стильно. Для того, чтобы сделать правильно этот хвост, мне тоже потребовался на самом деле не один год, а потом я уже наконец-то поняла вообще, что в принципе можно так по-хитрому сделать, чтобы хвост низкий шел просто абсолютно любому типажу лица. Так, на хорошо прочесанные волосы, которые я всегда расчесываю по одному и тому же принципу, двигаясь снизу вверх, я собираю волосы в хвост, достаточно низкий, обращая внимание на то, как пряди смотрятся именно с передней стороны, потому что очень часто можно заметить такие пробелы, которые возникают именно в передних прядях. Я это все приглаживаю на начальном этапе, забираю волосы в свою обычную резинку и затем приступаю к тому, что придаю прикорневой объем, аккуратно вытягивая пряди. При этом я не забываю вытягивать пряди тоже снизу головы, потому что очень часто девушки забывают, вытягивая пряди только исключительно сверху, но не стоит об этом забывать. И все, мой хвост готов. У француженок есть свой ответ на наш хвост с прямым пробором, они на самом деле очень любят пробор именно такой косой сбоку, и в основном, если я вижу француженок таких спешачих на работу, в основном они в таких деловых костюмах, то есть где-то работают в офисе, они очень любят носить хвост низкий, но вот с косым пробором. Мне потребуется шпилька, как вы помните, которая очень хорошо выполняет функцию гребня. Если у вас нет ничего подходящего подруга, чтобы сделать пробор, делаю пробор косой на ту сторону, которую я привыкла носить, и затем делаю хвост, но уже чуть-чуть выше, чем в предыдущем варианте с низким хвостом, так, чтобы он примерно был закреплен у меня на затылке. Хорошо прочесываю волосы как у основания головы, так и в хвосте, и также продолжаю легонько вытягивать пряди, иногда подтягивая резинку, чтобы она уж совсем не съехала вниз. Хвост готов, и в случае с французским хвостом есть такая хитрость, чтобы пряди передними не пушились, их можно вот так вот легонько закрутить в жгут, и таким образом получится эффект такой челки, которую вы, по сути, даже не обстригали, но получилась вот такая вот хорошая, легкая и по-настоящему французская прическа. Знаете, когда я жила в России, я просто обожала эту высокую гульку, которая так небрежно растрепывается. Обычно ты ее делаешь утром, по крайней мере, в моем случае так было. Делаешь ее утром, делаешь какие-то дела свои, потом понимаешь, что, в принципе, она хорошо на твоей голове смотрится, она даже как-то и достаточно эстетично развалилась, выпали какие-то пряди, которые подчеркивают твой овал лица. Ты с ней ходишь буквально до следующего дня. Я такие высокие гульки очень люблю, и у меня, знаете, выработался собственный метод, как их можно сделать, тоже очень просто, чтобы они смотрелись так, чтобы это было прямо на грани с вечерней прической. Для начала я начесываю волосы по овалу лица для того, чтобы волосы именно держали форму. Затем я собираю их в высокий хвост, достаточно небрежный, даже без расчески. И на последний оборот резинки я волосы не до конца выпускаю, так, чтобы у меня получилась такая вот смешная гулька, как у индюшки. И хвост, который остался, я просто заворачиваю вокруг нашей гульки. Все это дело я закрепляю. Можно отдельно вытягивать разные прядки, чтобы получился вот такой вот творческий художественный беспорядок. И, по желанию, можно также придать прикорневой объем, вытягивая пряди. Мне очень нравится такая прическа своей простотой, тем, что ее очень легко выполнить, и можно даже скрыть, если у вас не совсем свежие волосы. Следующую прическу, друзья, честно, я просто влюбилась. Она идет с французской стороны у нас. Это такая модернизированная шишка, ракушка. То есть я сначала очень мучилась еще, когда в России жила. Вообще я просто мечтала, чтобы такую ракушку повторить. Но у меня никак не получалось, потому что то здесь что-то вывалится, то у меня совершенно мне не идет. Вот знаете, именно вот с передней части, как прическа смотрится, бывает так, что прическа очень красивая сзади, сбоку. Но ты смотришь на себя в зеркало, и ты себе просто не нравишься. Вот у меня был именно такой случай с этой ракушкой. И уже вот в Париже я посмотрела, как ее, в принципе, делают супермодные девушки. Сейчас я вам расскажу. Скажу, что они нисколько не заморачиваются опять над тем, что ракушка не идеальна, что там прядь выпала. Они наоборот стараются ее как-то более так взбудоражить, чтобы ни в коем случае это не была, знаете, такая прелизанная ракушка. А-ля, я только что вышла из парикмахерской, да, у меня есть деньги. Просто чтобы было похоже на то, что вы хотите открыть свою шею, вы хотите убрать волосы, чтобы они вам не мешались. Чтобы, например, как-то вытянуть свой образ, чтобы его разбавить. И мне очень нравится делать такую прическу даже в своей повседневной жизни. Даже если мне нужно выйти в магазин, то я знаю, что она ни в коем случае не будет смотреться ни вычурная, ни как-то слишком заумно с точки зрения того, что вот я сидела и три часа ее плела, как-то начесывала. Прическа простая. Опять же, она требует того, чтобы волосы были ухоженные, здоровые и как можно больше шпилек. Мне потребуется маленький крабик. У меня этому крабу уже, наверное, лет пять. А с помощью него мы делаем такую мальвинку, которая закрепится на затылке. Сначала я волосы собираю руками, затем приглаживаю расческой. Для того, чтобы придать нашей мальвинке, которая послужит основанием для ракушки, большего объема, я скручиваю таким жгутом эту прядь волос, и затем ее закрепляю крабиком. Затем вытягиваю пряди аккуратно, чтобы ни в коем случае не переборщить, чтобы не получилось слишком много петухов. Затем оставшиеся волосы я хорошенько прочесываю. И теперь следите за руками. Нужно будет сделать такое кольцо, как бы такой узел, в который пройдут у нас наши четыре пальца. Сделаем оборот, и вот этот хвостик с нашей гульки, получается, будет идти вовнутрь. Всю эту конструкцию необходимо держать руками до тех пор, пока вы не заколите нужное количество шпилек. Я советую вам начинать крепить шпильки именно на затылке, затем хорошенько закрепить верхнюю часть волос и, конечно же, нижнюю. Еще такая хитрость, что я обязательно использую зеркальце, чтобы посмотреть, как прическа смотрится сзади, сбоку. В случае с такой ракушкой я несколько прядей вытягиваю на ней самой, и как раз у основания. Все это фиксирую лаком, но опять же без фанасизма, чтобы не сделать из нашей ракушки какую-то забетонированную ракушку. Такая прическа очень хорошо смотрится, когда даже из нее начинают выпадать отдельные прядки. Прическа, которая у меня как-то неразъемлемо ассоциируется со стильными русскими девушками, это вот такой высокий хвост, знаете, такой конский хвост. Честно, ни одну француженку я с таким конским хвостом не видела, по крайней мере в исполнении, как я вам представлю сейчас. Скажу, что такая прическа, конский хвост, она, наверное, придает благородство просто любому лицу и освежает любой, даже самый просто заезженный образ. Если ты вот так вот собираешь волос, у тебя сразу удлиняется визуально шея, вытягиваются скулы. Скажу честно, что я тоже этот хвост с детства вообще недолюбливала, я помню, мне папа все время говорил, сделай себе высокий хвост, открой свое лицо. Я все отнекивалась, потому что я тоже, я не умела его правильно делать, использовать какие-то хитрости, в общем, давайте сделаем правильный конский хвост. Я начинаю с того, что запрокидываю голову и начинаю собирать высокий хвост, сначала просто пальцами, и только потом я уже прохожусь расческой, чтобы как раз удалить все ненужно торчащие петухи. Затем закрепляю все это дело резинкой достаточно туго, и, внимание, сейчас с нижней части хвоста я отделяю прядь, не слишком широкую, но такую, чтобы она смогла закрыть резинку, и хорошенько ее прочесываю, чтобы она была действительно блестящей, из нее не торчали волосы. Затем я эту прядь обматываю вокруг резинки, и торчающий кончик, так же, как саму прядь, я фиксирую несколькими шпильками. Очень часто у девушек, которые делают такие высокие хвосты, можно заметить такие вот участки кожи, которые, ну, не слишком эстетично смотрятся. Так вот, есть одна хитрость, чтобы их замаскировать, можно использовать обычные тени. Я, например, взяла тени от Everline, главное подобрать нужный тон, чтобы он полностью сливался с цветом ваших волос, и обычной кисточкой как раз можно закрашивать вот эти вот белые участки кожи, чтобы это смотрелось просто как продолжение ваших волос. Готовый хвост я фиксирую лаком, обычно я приглаживаю основание волос своими руками, чтобы все торчащие волосы хорошенько зафиксировались, поднимаю хвост, чтобы зафиксировать резинку, чтобы все это дело держалось как можно дольше, и, собственно, сам хвост тоже немного сбрызгиваю лаком, при этом приглаживая руками, чтобы получился, знаете, такой эффект этюга. Мне будет очень приятно, друзья, если вы в комментариях напишите, какая прическа вам понравилась больше всего. Если вы на меня не подписаны, то я вас буду очень ждать, потому что на канале мы очень славно беседуем про уход за волосами, за кожей, про стиль, про будни, в которых есть эстетика, так что я буду вас ждать и крепко вас обнимаю. Совсем скоро увидимся.